Всем привет, ребятки! Давно не записывала видосики, сейчас гуляю до Росы, иду. После работы запишу некоторые наблюдения, потому что после работы в последнее время очень много surgery, у нас там всего два ассистента осталось, очень много работы, и я уставшая даже не записываю видео. В общем, сейчас коротко запишу, насколько меня слышно, надеюсь, слышно, какие наблюдения сейчас вот я вижу на карантине, что происходит касательно работы. Значит, в первую очередь я заметила, что стало гораздо больше приходить к нам, афроамериканцев. То есть, да, мы работаем в Эверли, но сейчас по большей части приходят, не большей части, но стали приходить из-за вот этих митингов, которые были в последнее время здесь. Как вы знаете, в США стали больше приходить. Не знаю, с чем это связано, наверное, потому что они стали чувствовать себя более уверенными, более такими, так скажем, да, уверенными, наверное. Поняли то, что они имеют голос, они тоже как бы люди. Потому что раньше к ним не очень обращались, и так, даже услуги делать, я так понимаю, не очень хорошо. Но сейчас я даже заметила, что они, можно сказать, выклянчивают скидки. То есть, тенденция такая пошла, что они просят как-то больше бенефитов каких-то. Ну, это мои такие наблюдения. Не знаю, насколько это правда, но на работе вот через одного пациента афроамериканец. И они там, можно там на чистку сходить, можно на то... Нет, они богаты, неприлично одеты и все такое. Они любят все вот это вот красивое, да, всякие там берушки. В общем, одеваются как цыгане, можно сказать. Ну, вот любят, да, вот этот пафос. Не цыгане, а именно пафос вот этот вот показной. Вспомните, да, всех рэперов. Как бы никого не хочу обидеть, но это их вот такая вот мода, тенденция, что ли, и лайфстайл такой. Вот. Что касается других наблюдений на карантине, ну, то есть, я не могу сказать, что меньше стало пациентов. Очень много emergency пациентов. Кто-то, наоборот, думает, ой, как хорошо, сейчас, наверное, нет пациентов. Пойду-ка я там запишусь к врачу на чистку. Это же не госпиталь, там же нету больных пациентов, да. Вот. Тем более, мы все тестируемся чуть ли не каждый день. Ходим в очках, маски, все одеваем, все, что в ход идет, можно сказать, все одеваем. Вот. И что еще касается коронавируса, то у нас три человека на работе, кто уже переболел, в легкой форме, бессимптомно. Некоторые пациенты тоже хотят провериться, потому что они больше, чем уверены, что они, возможно, тоже перенесли коронавирус бессимптомно. И надеяться на то, что у них есть инсцела. Мы тоже надеемся, сдаем тесты. Но пока мы все здоровы, вот три человека, которые переболели, они уже переболели, короче. Сейчас идет вспышка, якобы вспышка, но я не чувствую, что... Ой, я маску, кстати, забыла. Вот, блин, иду без маски. А у нас уже штрафуют. Я вообще забыла маску, я после работы хотела подушать. Ну и да, третья фигня, то, что уже начали штрафовать Южную Калифорнию, в частности Беверли, Манхэттен, по-моему, бич, Вест Голливуд. В Вест Голливуд мы аж вообще вышли погулять, на нас сразу так смотрят пристально. Блин, думаю, господи, от того, что я там подышу, да даже если я плюну на вас, никто не заболеет и не умрет. Ну, то есть сейчас уже, да, пошла такая тенденция, что если ты не одевал маску, то ты вдруг враг народа, то, что ты предаешь людей, что ты распространяешь вирус, что ты не даешь людям работать. Сейчас уже большая тема идет касательно того, что люди не могут работать, да, из-за того, что вот вспышка, из-за того, что люди халатные, из-за того, что они не одевают маски, такие все бундари, из-за этого вот вспышка якобы, и люди не работают. Но могу сказать, что одеваешь ты маску, не одеваешь ты маску, все равно вирус, он не так сильно распространяется уже, может быть, его действительно уже нету или не было даже. Потому что даже если он был, то маски, они не сильно помогут. Никто не говорит о перчатках, да? Почему никто не говорит о перчатках? Вот я сейчас пойду в магазин, что я сделаю? Я же не буду плеваться ни на кого, правильно? Я же не буду дышать ни на кого. Я берусь за ручку, я берусь за товар, я за все это берусь. Почему никто не говорит о перчатках? А потому что это нужно правительству, нужно, чтобы мы все не дышали, чтобы мы не загрязняли воздух, чтобы мы не выделяли углекислый газ. А ничего, что самые главные выбросы даже не от транспорта, как вы сейчас подумаете, даже не от грузоперевозок, транспорта и промышленных отходов. Самые большие выбросы от коровьих пуков, да, именно от коров, коровьего метана. То есть почему так считается, что одна корова выделяет там метан и в размере в 5 раз больше, чем углекислый газ, например, да, выделяется. И загрязнение от коров составляет 18%, например, да, от общего загрязнения. А загрязнение от всего транспорта на планете, то есть самолеты, поезда, машины, что там еще, 13%. То есть вы понимаете, что такая вот тенденция пошла, что планету очень сильно загрязняют. Ну, коровам же маски не одевают или коров не перестают разводить. Почему? Потому что это деньги, это большой бизнес. One state In-N-Out, one state Burger King, one state McDonald's. Вот это все, это бизнес, это люди все потребляют, это будет существовать в ближайшее время. А зато людям маски одевают. Пускай вы не дышите, не выделяете углекислый газ, перестаете ездить на машинах хотя бы, да, закрываются какие-то производства, которые могут закрыться, да, а мы будем плодиться, размножаться, пускать пуки хоть в 10, хоть в 30 раз больше. Но зато люди не будут дышать, будут быстренько умирать. Пожилые вообще будут быстренько уходить, они вообще не нужны, они забирают все деньги из экономики. Во-первых, они плохо работают уже под конец лет, а во-вторых, они еще и, что там, еще и просят на льготах живут. То есть сейчас, потому что такая тенденция, мне кажется, вот я так чувствую, так вижу, я думаю, что я не одна такая, что все, этот вирус, он либо провокатор, либо специально создан, да, это уже не имеет значения, но тенденция сейчас идет к тому, что планета гибнет, планета задыхается, пожары, накосячили с Байкалом, накосячили с Индонезией, там все время жгут пожары, да, на Байкале, все жгут, короче, все леса жгут, одевайте маски, но зато, типа, мы не можем закрыть производство, не можем распространять и размножать коров, да, для того, чтобы было молоко, говядина там и так далее. То есть вот это мы не можем сделать, а людям маски надеть мы можем. Почему о перчатках никто не думает? Мне хочется мотикнуться. То есть это как бы все дело такое. Почему когда был грипп, люди умирали, все равно писали, что он умер там не от гриппа, а от сердечных заболеваний, там, heart failure, там, lung failure, там, что там еще, kidney failure, да, почная недостаточность, почему об этом все не писали? То есть эти non-communicable disease, это, как это называется, non-communicable disease, это вторая группа, я просто учила сейчас global health, это не инфекционные заболевания, те, которые, вот, например, диабет, stroke, да, там, инсульт, там, всякие недостаточности, системные заболевания, это все, что переходит, получается, да, человек этим болеет, это переходит в хронику, вирус он только вот так вот провоцирует, он только, знаете, так вот подстегивает и говорит, а ну все, давай, типа, заканчивай уже с этим, либо ты переносишь вирусы, твой иммунитет еще окей, хороший, либо нет. То есть этот вирус, он, конечно же, подкашивает тех, у которых хроническое заболевание, которым не повезло и которые просто оказались не в том месте, не в нужное время. Вот. Five Below скоро закрывается, Рос тоже, поэтому я пойду. Сейчас немножко пошоплюсь, посмотрю подарочек, у нас там девочка будет рожать скоро на работе, вот, посмотрю что-нибудь. Вот, так что вот такие дела, вот такие мои наблюдения, такие мои ощущения, что касается коронавируса, что касается работы, на работе сейчас у нас всего два ассистентки, кто вот, девочка забеременела, она сейчас и не работает как ассистент. У меня вот интересен этот вопрос, может, кто знает, если ты беременна, то можно ли работать с кровью, ой, я маску опять забыла, сейчас достану, можно ли работать, например, с кровью и с пациентами, да, сейчас тем более коронавирус, то есть она вообще не контактирует, она работает вообще на фронт-деске, то есть не как ассистент совсем. То есть, конечно, хорошо, что у нас нужны были на фронт-деске девочки, поэтому она пошла туда, но по большому счету нам и ассистенты тоже, в принципе, нужны. Вот, так что сейчас нехватка кадров, смотрите, мигрируйте, потому что сейчас внутри страны нехватка тоже кадров, люди живут на пособиях, им и так нормально, типа, окей, мне платят, все хорошо, но и с другой стороны, многие, наоборот, компании, например, медицинской специальности, да, им наоборот, очень много нужно людей, не бойтесь идти, потому что, потому что есть защита всегда, да, это лаки, это удача на самом деле, и нужно верить в то, что если вы сильный духом, сильной ментальностью, вы верите, вы никогда не заболеете. Вот человек, который верит, легче ко всему относится, и он доброжелательный, внутри чистота, он никогда не будет загрязняться никакими ни вирусами, ни бактериями. Вот, так что желаю всем здоровья, всем удачи, и пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, почему возник такой вирус, что будет дальше, дальше будут биотехнологии, роботы, и, скорее всего, рабство. Да, у нас уже взяли рабство, уже эти маски натянули на нас, поэтому, что будет дальше, даже страшно подумать, но мы должны с вами открывать глаза, снимать розовые очки, кстати, они почти розовые, и действовать. Действовать, сопротивляться, иметь слово, говорить, и быть разумными. Потому что знание — это сила. Если вы знаете, вы владеете всем миром. Так что желаю вам владеть всем миром. Всем удачи. Удачи с Лос-Анджелеса. Смотрите, я рядом с Элой Фитнесом стою. Кстати, я от него подписалась, потому что не хочу. Так погода чудесная, пошел побегал, вот тебе воркаут. Так что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok